Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова, и это мой новый новостной формат. Если вдруг вы не смотрели предыдущее видео, где я рассказывала, что грядут прям новые форматы и перемены, и рассказала о том, почему я не снимаю старый контент, куда делись ребята, то обязательно посмотрите, его ссылка есть в описании, и, может быть, где-то здесь сейчас тоже вылезет эта ссылочка. Ну, а что касается сегодняшнего видео, я решила пообсуждать с вами новости. На самом деле, я хочу видеться с вами чаще, выкладывать видео чаще, а новости это как раз тот формат, который можно выпускать там 3, может быть, даже 4 раза в неделю. Но, естественно, это не будут какие-то там типа новости, как в телеке. Я хочу, чтобы вы взяли чашечку чая там или кофе или чего угодно другого, сели, и мы с вами просто приятно поболтаем. Я расскажу вам много всего нового и интересного, и объясню что-то, если вам непонятно. Я очень надеюсь, что этот формат вам понравится, поэтому прямо сейчас поддержите, пожалуйста, меня лайком и напишите какой-нибудь приятный комментарий, а также не забудьте подписаться на канал, кнопочка есть вот здесь вот. Ну, а мы погнали. Я волнуюсь немножко, потому что это пипец, что новое для меня. Ну и что там у нас за вести сегодня? Начнем мы с новости о том, что Настя Ивлеева выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с брендом Barbie. Если вы на нее подписаны в инстаграме, вы наверняка видели ее пост и некоторые примеры мерча. То есть это одежда, сделанная на базе «Твое» с надписями Barbie в стиле Насте Ивлеевой, которую она сама разрабатывала, и все такое. Под этим постом в описании Настя написала, что это первая коллаборация Barbie и русского блогера, человека и вообще чего-то подобного. Но на самом деле я слышала, и это действительно правда, что компания Barbie уже коллаборировали с русскими женщинами. Это была Анна Кикина, она космонавт, то есть они выпустили куклу космонавта. Сейчас тут где-нибудь вам вылетит пример, как она выглядит. Так что Настя не совсем первая, но тем не менее одежда, мне кажется, получилась классной. И также в продолжение о Настюшке опасность. Она собирается выпустить чипсы собственной марки и назвать их «Изи Пизи» и «Энергетик Чича Бум». Зная Настю, наверное, это должно быть что-то прикольное. К тому же она вложила от 30 до 60 миллионов рублей в разработку этого всего. И вот здесь, мне кажется, на самом деле никто из блогеров еще подобного не делал, потому что все в основном производят одежду или что-то подобное. В Новосибирске разработали прибор для обнаружения беспроводных наушников на экзамене. Что это значит? Если вы до сих пор не знали, то есть такие штуки, микро-микро шарики, которые студенты в основном запихивают себе в ушко, и на экзамене, то есть его совсем не видно, это прям вот очень-очень маленький шарик, запихиваешь в ухо, и на экзамене какой-то человек может тебе диктовать твой билет. Если честно, я сама один, по-моему, раз пользовалась таким, когда училась в университете. Это был какой-то очень лютый препод и предмет, который безумно сложно было выяснить. И я действительно с помощью этого микро-наушника сдала экзамен, потому что, естественно, ты сначала все это пишешь, а потом выходишь к экзаменатору и читаешь. Приборы, которые определяют эти микро-наушники, вот которые сейчас разработали в Новосибирске, он работает, короче, так, там какая-то коробочка, и она улавливает сигнал, то есть, во-первых, глушит сигнал всех микро-наушников, а во-вторых, начинает вслух воспроизводить, то есть экзаменатор может понять, кому этот микро-наушник принадлежит. Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух, не догадался? Диктую ответ на первый вопрос девятого билета. Значит так. С одной стороны, это, на самом деле, очень хорошо, потому что очень многие студенты этим пользуются, и это плохо, если это студент, например, медик, или инженер, или летчик, то есть, никто из нас не хотел бы попасть в самолет или на операционный стол к такому человеку. Значит так, за изобретение ставлю пять, а по предмету неут, неут. Но с другой стороны, иногда эти наушники в каких-то предметах, которые не очень нужны, действительно помогают, и я просто рада, что я уже почти закончила учиться, и меня это не касается, но будьте осторожны. На канале Пушка, которая берет интервью у всех наших современных блогеров, будет новая ведущая. Уходит Ксюша Хоффман и продюсер Пушки, собственно, Вова Газин, и вместо нее теперь будет вести Лиза Василенко, которая сама недавно была на Пушке, набрала достаточно большое количество просмотров, и с ней в качестве ведущей уже вышел первый выпуск. Я, честно, была на Пушке достаточно давно, когда этот канал только развивался, но не спешите искать интервью со мной на Пушке, потому что его удалили. Я сказала там кое-что очень такое скандальное про одного своего знакомого, ну то есть, это была правда, но потом он начал писать на Пушку, что типа он подаст на них в суд, и нам пришлось удалить ролик. Вот такие истории тоже бывают. Я надеюсь, что у Лизы Василенко все получится. В комментариях люди вроде довольны ее работой и говорят, что у нее есть свой стиль ведения. И если вы смотрите Пушку, и вдруг вам не нравится Лиза, и вы хотите, чтобы вернулась Ксюша, не торопитесь, пожалуйста, писать комментарии типа вернись Ксюше, потому что все люди двигаются дальше, проекты развиваются, и никому ваш комментарий не будет приятен. Поэтому просто постарайтесь привыкнуть к Лизе, если вы вдруг смотрите Пушку. Недавно Билли Айлиш выложила фотку, как сочли ее подписчики в очень олдскульном свитере, и начали писать ей почему-то в комментариях хейтить ее, что типа, что это за бабушкин свитер, зачем ты так одеваешься, и все такое. Что, по моему мнению, вообще неправильно, потому что хейтить за одежду вообще отстой, то есть не стоит так делать. Но самое интересное, солист группы Корни, Корни это, короче, кто поет Ты узнаешь ее из тысячи, что по глазам, по голосу. Может быть, вы знаете эту песню, и простите мне мой отвратительный вокал, я просто хотела вам объяснить, кто такие группа Корни. Короче, он выложил Билли Айлиш в своем инстаграме, и написал что-то типа, как вообще артист может так выглядеть, почему она такая жирная, я то есть сейчас не приукрашиваю, и написал, что типа, по-моему, я в своем возрасте, а ему лет там 40 уже, наверное, где-то, выгляжу намного лучше. Весь мир борется с буллингом, тем временем Россия, просто у меня нет комментариев. Ну, как всегда. Я думаю, что, естественно, он просто хайпит и пытается о себе напомнить, но это просто отвратительный способ. Естественно, его захейтили в комментариях, он там дал какое-то оправдательное интервью, и затем удалил эти посты. У Данечки Милохина вышел новый альбом, который называется «Бум». Кстати, моя любимая песня «Оттуда лапки». Вы можете написать в комментариях, какая любимая ваша. И вышел он в очень интересный день. Он вышел в один день с митингами в поддержку Навального и прямым эфиром, прямым обращением Путина к гражданам. То есть, такой день максимально насыщенный был. Но я думаю, что у них с Навальным и с Путиным мало пересекаются аудитории. Поэтому, надеюсь, альбом будет заходить хорошо, и Даня будет работать еще больше, дальше и круче. Дина Саева, к сожалению, ушла из всех соцсетей. У нее был прямой эфир, где она сказала, что она немножечко устала, но даже не немножечко, и устала от негатива, который на нее льется, от хейтеров. Пожалуйста, не травите людей, когда они в таком состоянии. И поэтому ей нужно немножко отдохнуть, чтобы привести свое моральное и физическое состояние в норму. Я, наверное, отдалю свой инстаграм на время, потому что я никак не защищена от этого всего. На самом деле, я ее прям прекрасно понимаю, потому что вы сами знаете, что у меня на канале очень, ну как очень долгое время, какое-то время не было роликов, я отдыхала, потому что тоже очень устала. Я уверена, что она вернется отдохнувшей, здоровой, будет продолжать делать контент и радовать нас. Я очень хочу ее поддержать и хочу, чтобы ее подписчики, которые сейчас смотрят меня, реально поддержали ее, а не хейтили там за то, что она, может быть, сдалась или что-то такое. Это не так. У всех у нас иногда происходит выгорание, и это абсолютно нормально. ФАС, это федеральная антимонопольная служба, подала иск на YouTube за то, что они нарушили какие-то там их права. Короче, я не буду грузить вас сложными словами, я просто скажу, что есть вероятность закрытия YouTube. Но такая вероятность присутствует давно, и ФАС постоянно подает какие-то иски на Google, на YouTube, и пока у нас ничего не закрыто. Но на всякий случай нужно завести аккаунт на Рутюбе. Если вдруг нам, блогерам, перекроют вообще доступ там на YouTube, в Instagram, я не знаю, и заменят это все дело русскими какими-то соцсетями. Ну и вам советую тоже переходить на Рутюбчик, тоже хотя бы начинать что-нибудь там смотреть. Вдруг потом действительно пригодится. Инстасамка. Какие же новости без инстасамки? Изуродовала свою квартиру, которую она снимает из-за того, что соседи постоянно шумят и делают ремонт. А когда она туда вселялась, ей обещали, что такого происходить не будет, что место тихое, и все такое. Я не понимаю, сколько наглости нужно иметь для того, чтобы врать людям, что здесь нет ремонта. Естественно, уже многие блогеры высказались на эту тему, что это перебор, так же, как перебором было унижать визажистку. Я скажу вам только одно. Естественно, это перебор, это никто не отменяет, но пора бы уже запомнить, что когда инстасамку типа грабят и разносят ей квартиру, когда она типа унижает, обижает визажисток, когда она разносит третью квартиру, в которой постоянно соседи делают ремонт, это означает только одно, что у нее скоро выйдет новый трек. И обсуждая все это, обсуждая ее, снимая про нее тиктоки, написывая ей комментарии о том, как сильно она не права, вы просто поднимаете ее популярность, совсем скоро она дропнет трек, а вы его будете слушать, потому что только же, что был скандал, надо послушать. Это удивительно простой пиар-ход, на который почему-то все ведутся. 24 апреля вышла документалка про Павла Дурова, про создателя ВКонтакте и Телеграма. Насколько известно, сам Дуров сниматься в ней не будет, но ее ему, естественно, показали, и он разрешил выложить этот фильм. На самом деле, Паша, мне кажется, самый такой теневой, но безумно крутой персонаж, просто современный гений, мне очень интересно, я думаю, что я сегодня вечером приду и посмотрю, естественно, про него документалочку, потому что я практически ничего, как и многие другие, о нем не знаю. Она выйдет, насколько я слышала, на платформе МТС, у них есть какой-то свой онлайн, как бы кинотеатр, и вот там можно ее посмотреть. Очередной тиктокер покрасил волосы и покрасил их так, что у него пошла жуткая аллергическая реакция, сейчас, естественно, вот здесь вот появятся фотки, из-за которой у него раздуло лицо, и он превратился практически в колобка. Сам этот тиктокер потом снял видео, написал в комментариях, что обязательно делайте тест краски, которые вы хотите покраситься на коже или что-то такое, потому что если у вас будет на нее аллергическая реакция, то она проявится и на коже, поэтому если вы в скором времени собирались сами себе покрасить волосы или сделать что-то подобное, обязательно наносим чуть-чуть краски на руку, ждем и смотрим, ничего ли не случилось с вашей рукой, и только потом применяем это все на себя, на голову, иначе у вас получится нечто вот подобное, чего я никому не желаю. Также в тиктоке появился свой Гарри Поттер, и все мы прекрасно знаем, что в тиктоке много людей, которые похожи друг на друга, но вот у этого человека сходство с Дэниелом Рэдклиффом, который сыграл Гарри Поттера, по-моему, прям невероятное. Естественно, парень начал на этом хайпить, начал снимать косплеи, и как по волшебству у него набралось полтора миллиона подписчиков за очень быстрое время в тиктоке, я сама на него подписана, и мне, если честно, очень нравится смотреть. Парень классный, инфа сотка. Амина Тендерли Байл наметнула, что она специально слила видео, где виден ее нос, где она без маски, в инстаграм. Она выложила такую сториз с подписью, а что если мы специально слили мой нос, потому что я сама боюсь его вам показывать. Вот сейчас появится видео этого слива, посмотрите, пожалуйста. И если это действительно она, то я не знаю, чего она боится, потому что, по-моему, прекрасный носик. Наверное, это действительно какой-то элемент хайпа, чтобы побольше задержать интригу, что уж там, все мы так делаем. Но нос, мне кажется, выглядит вообще прекрасно, и если вдруг она действительно боится, то я думаю, что этого делать не стоит. Миша Литвин, самый скандальный, мне кажется, в последнее время блогер, ну, такой нормально скандальный, пообещал скинуть на полтора миллиона лайков на ютубе свою BMW с большой высоты. Если вы не знаете, Миша Литвин это тот человек, который сжег свой новый Мерседес, потому что он плохо работал и постоянно ломался, и он таким образом высказал протест Мерседесу и сжег его просто. Затем на новеньком Порше въехал в витрину магазина, то есть как только купил машину, сразу ее разбил, и вот теперь собирается скинуть свою BMW с неба. Может быть, там, я не знаю, раскроется парашют, хотя, зная Мишу Литвина, думаю, такого не произойдет. Я не знаю, как вы относитесь к такого рода экспериментам, такого рода хайпу. Я думаю, что это, как и про Моргенштерна, можно говорить, что он там клоун, а можно говорить, что он гений маркетинга. Миша Литвин тоже шарит в маркетинге. Действительно, у него безумно поднимается актив, когда он делает нечто подобное. Деньги это на ветер, и не нужно так делать. Или он молодец, решать уже только каждому человеку самому за себя. Карина Рекелян нарастила себе ногти за полмиллиона рублей, а потом их состригла. Здесь вы можете посмотреть видео, там действительно что-то в районе нескольких метров. Она ходила с этим целый день, снимала тиктоки, а затем, естественно, потому что это безумно неудобно и тяжело, их спилила и состригла. Честно, я не знаю, как она умудрилась проходить с ними целый день, потому что я думаю, что если бы я осталась без одной рабочей руки, а когда у тебя такие ногти, ты реально остаешься как будто бы без руки, то у меня началась бы паника, причем довольно быстро. Дальше очень смешная новость. В Аргентине украли домен Google. Что это значит? Домен это, грубо говоря, имя сайта, то есть google.com, yandex.ru и другие. И каждый год компании должны заново покупать это самое имя. Вот именно google.com, yandex.ru, там, как вы поняли, и другие. То есть ты как бы обновляешь подписку на это имя. И компания Google забыла его купить, то есть когда у них пришло время, там условно 00 часов какого-то числа, они должны были обновить подписку, они забыли это сделать, и имя google.com купил какой-то 20-летний парень из Аргентины. Естественно, google не может быть без этого имени, поэтому, как я думаю, происходило дальше. У этого паренька они должны выкупить этот домен, чтобы дальше называться как бы гуглом. За сколько они его выкупили, это большой вопрос. Если парень не глупый, а я думаю, что он не глупый, то, возможно, сейчас он миллионер, ну, хотя бы рублевый, а возможно и доллары, потому что такие домены стоят очень дорого. Вот мы с вами просто сидим, что-то делаем, кто-то работает, а просто паренек за несколько минут стал миллионером. Это круто, я считаю, и я прям его фанатка. Ну, а на этом у нас с вами на сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравится этот формат, и что вы хотите видеть меня на канале чаще, болтать со мной, обсуждать что-то в комментариях, просто расслабляться, поэтому, пожалуйста, поддержите меня, пожалуйста лайком там, опять-таки, комментариями, и мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока!